Экстренное совещание с представителями «Большой тройки» провел Павел Коньков. Со своими проблемами и инициативами к губернатору обратились ведущие операторы связи «Мегафон МТС Вимпелком». Решили создать дорожную карту, план мероприятий, который, с одной стороны, позволит создать комфортные условия для работы сотовых операторов, с другой, обяжет их улучшать качество связи и обеспечивать хорошее покрытие. Должно включать следующие аспекты. Это размещение оборудования сотовой связи на объектах областной, государственной и муниципальной собственности, выделение участков земель на условиях долгосрочной аренды для размещения строительства объектов связи, условия определения размера арендной платы за участки земель, на которых расположены объекты связи, обеспечение электроснабжения и технологического присоединения объектов связи. Пожалуй, главная проблема операторов в регионе – высокая арендная плата. Причем муниципалитеты просят за помещение больше, чем частники. Касается это и районов провальных по связи, например, Заволжского. По сравнению с 2014 годом, в котором был применен корректирующий коэффициент в размере 7, на сегодняшний день, на 2015 год, это 14. То есть увеличение арендной платы в два раза. В некоторых населенных пунктах Ивановской области численностью больше 600 человек связь не ловит. Вообще. Губернатор велел проработать вопрос расширения покрытия в ближайшее время. Цели, отметил Павел Коньков, у властей и Большой Тройки общие. Совершенно понятно, что вы ищете экономическую целесообразность. Совершенно понятно, что мои коллеги, они озабочены наполнением своих бюджетов в наше непростое время, потому что они же вас не обирают в карман. Похолков не говорит, знаете, вот 100 тысяч вот сюда, и вот вам, так сказать, другая цена. Поэтому согласен в целом с позициями, наверное, какая-то единая политика на территории области должна быть. Губернатор дал добро операторам на проработку дорожной карты. К провайдерам присоединится и Департамент развития информационного общества. Подписание уже готового документа чиновниками запланировано на первый квартал 2016 года. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.